Привет, Страж! Меня зовут Джонни Лейни, и сегодня мы с вами обсудим последние новости Destiny 2, а вернее всей серии в целом. В комментариях мне уже писали, спрашивали моего мнения о том, что происходит, и да, наверное, стоит осветить тему на канале. Итак, если вы не подписаны на мою группу ВКонтакте, или не следите за игровыми сообществами ежедневно, для вас сообщу. На днях появилась новость о том, что китайская интернет-компания NetEase инвестировала в Bungie аж 100 миллионов долларов. Это не сделка ради выпуска игр в Китае, они просто разделяют нашу страсть к созданию новых миров, которые вдохновляют людей на дружбу и построение сообществ. Вот на этом мы сфокусируем нашу работу. Это слова Пита Парсонса, генерального директора Bungie. Он также подчеркнул, что поддерживать Destiny будут еще много лет. Однако теперь, сродни Blizzard, студия Bungie планирует создавать и развивать еще и другие игры. Сделка не влияет на существующее соглашение Bungie с Activision о франшизе Destiny. А Партсонс подчеркнул, что у нас есть отличный партнер в лице Activision, он остается удивительным партнером для нас. Destiny была фантастическим опытом для обеих групп. Вместе с этой новостью вылез инсайд от Джейсона Шрайера. Якобы, Bungie уже некоторое время занимаются разработкой нового проекта. Так что, очевидно, спустя какое-то время нам предстоит познакомиться с новыми мирами, созданными этой студией. Вот хоть убейте, но повода для паники не видать совсем. Никаких новостей о том, что на Destiny забьют, не было. Не в курсе, в какой вселенной получение больших денег студии и разработчикам означает ее проблемы или завершение работы над проектами. Контракт с Activision заканчивается через два года. Логично, что инвесторов ищут заранее. Это же в первую очередь бизнес. О разработке Destiny 3 известно уже очень давно. Очень-очень давно. Но игроки зачем-то накручивают какие-то трагические слухи с форума 4chan и Reddit. Якобы в этом году Bungie продаст права на Destiny Activision. Компания котика согласилась изменить контракт, согласно которому создатели Halo должны были сделать три игры, но благодаря продаже согласились закончить второй. Bungie будут поддерживать игру до весны 2019 года. Смешно. Согласно новому контракту, они также отдадут в Activision ключевых разработчиков и дизайнеров. Следующие DLC будут делать уже другие студии издателя. Также, по слухам, третья часть уже в разработке у Vicarious Visions, которые делали военный разум. Что я об этом думаю? Давайте так. Vicarious Visions добавили в мир игры Destiny лучшее DLC на данный момент. Так что даже если это правда, то судьба серии в хороших руках, я уверен. И я очень попрошу вас воздержаться от преждевременных стонов и нытья о том, что игра мертва, на что они надеялись и что все диванные эксперты уже давно просчитали, что студия закопала серию. Я знаю, как вы это любите. Ничего общего все это с реальностью не имеет. Давайте будем следить за официальными заявлениями студии, а не за фейками с форумов. Или вам напомнить, как легко сообщество ведется на эти самые фейки. Инвестиции помогут Bungie больше времени уделять любимому делу, получить шанс на создание новых молодых франшиз, поддержки старых. Такой молодой зеленой франшизой, кстати, когда-то была и Destiny, которую мы теперь так любим. Лучше напомню, что 5 июня завтра мы увидим новый анонс, касающийся второго года Destiny 2. А на E3 получим еще больше интересных подробностей. D2 только набирает и становится реально лучше в сравнении с положением полугодовалой давности. Сохраняем позитивный настрой и ждем новых приключений под тенью странника. А на этом пока все. Продолжаем пристально следить за развитием событий. А вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и колокольчик. И тогда точно не пропустите новости о самом важном и интересном. До связи! Субтитры создавал DimaTorzok